приветствую вас дорогие мои друзья ты на канале второй ангел planet и у нас сегодня расклад это про отношения расклад будущие отношений на возможное развитие на дальнейшем как отношения складываются сейчас ощущение ваши и вашего партнера в отношениях и конечно же какой будет и тогда по будущему в этих отношениях обязательно подписывайся чтобы меня на потерять на канале много всего интересного ставь лайк и давай выбирать колоду какие у нас сегодня колоды и в комментариях обязательно пиши какую выбрал или выбрала и как проигралась первая колода у нас колода монара вторая колода у нас это колода магия наслаждений и 3 колода 3 колода это казанова 1 2 3 выбирай и давай сейчас начнем у нас колода 1 это монара так как у меня все колоды с чувственными магическими настроями нельзя до показывать такое я карты не показываю поэтому можете только слушать меня потому что сразу видео не для детей попадает в ранг не для детей и у нас расклада ведутся таким образом смотрим до расклад на будущее отношений и так у нас позиция 1 база на чем построенные отношения 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 построены на романтике хочется романтики не всегда адекватное восприятие в отношениях потому что начитавшись книг и насмотревшись фильмов можно сказать что вот в любви в отношениях в принципе ну все вот все так же да что вот так же как в кино так же как фильмах все это похоже но на самом деле нет да сейчас они конечно эти отношения у вас на основе вот этого всего могут складываться на основе того что я такая вот для женщины это может выглядеть как я такая вот леди я вот жду такого принца ах вот ты мужчина да вот ты принц давай хватай быстрее для мужчины это также может быть такой момент что я нахожусь в богатстве в изобилии вот давайте все женщины вокруг меня да вот как в сказке в некотором роде не совсем сказочно по современным реалиям сказочно мечтательно возможно да это у нас база и давай посмотрим ваши ощущения да тот кто смотрит ваши ощущения в этом союзе на сегодняшний день ощущение экверента если вы смотрите ваше ощущение будь это мужчина или женщина на самом деле тут если да смотрит женщина она абсолютно свободно вправе выбирать как ей быть в этих отношениях она абсолютно свободно себя в них чувствует не привязывается естественной ответственности нету пока вот легкомысленный настрой да мало того что он в базе легкомысленный он еще и в ощущениях если мужчина к веренда смотрит то это тоже конечно же без обязательств это продолжение того самого фильма или кино когда все легко когда все романтично когда нет обязательств когда хочется такой романтики и легкости но тут с другой стороны люди в праве выбирать какие у них наши они может быть действительно тут может быть только секс без обязательств или же вот это редкие встречи и никто не против хоть даже и редко но встречаться и быть все равно свободными и все равно кого-то еще искать и да на сторону в некотором роде вот это ощущение к веренда ощущением партнера в этом союзе какие же они что чувствует партнер его ощущение это манипуляция вообще не что им манипулирует другой стороны он прекрасно может вернуть в обратку в обратную сторону эту манипуляцию потому что все друг друга знают это такая игра вроде как мы ее не показываем на показ мы не выставляем это все тем более для других людей и возможно даже друг для друга но мы друг друга знаем если ты меня обидишь я тебя обижу и мы знаем как это в некотором роде азартная игра до манипуляция такая давайте мы поиграем в такой момент что вот я чувствую что меня использует но я могу вернуть там и могут как-то отомстить могу не делаю пока но так знаете на грани да это то что чувствует ваш партнер или партнерша это желание конечно же доминировать это всегда кто-то хочет быть в каком-то моменте сверху в отношениях что а в сексуальных что и в доминационных тем более они свободны и да по ощущениям и вас и партнера и что же произойдет дальше дальше будет сильная обида потому что до конца непонятно что же это за отношения да они свободно манипулятивные состояние абьюза состояние морального насилия потому что вроде как свободно а на самом деле значит подсознательно в подоплеки в этой во всей женщина хочет быть замужем в серьезных отношениях или хочет получать в ответ или деньги или как следует чувство эмоции или в конце концов чтобы ее замуж позвали что может мужчина чувствовать что его сильно унижают своими запросами потому что он не готов взять ответственность он же сразу сказал что все свободно я не несу ответственности свободное отношение зачем ты просишь от меня что-то конечно же связи с этой недосказанностью связи с этим недопониманием может возникнуть такой момент что будет вот это вот жесточайшая обида и конечно же давай посмотрим следующая позиция у нас как вы будете себя чувствовать в этих отношениях обидно то пройдет отношения останутся отношения у нас остаются вы себя чувствуете довольно неплохо в этом плане если женщина смотрит то женщина просто согласна на эти отношения но ее подавили и ну да как есть но приходится на это соглашаться если мужчина то конечно мужчина может использовать женщину то есть все равно отношения остаются потому что тут очень много что основано на сексе секс на зависть богам очень много в этих отношениях основана на взаимопонимании в сексе друг друга люди понимают это у нас что вы будете чувствовать да и как партнер будет чувствовать давай посмотрим партнер или партнерша что его прижали к стенке и не дали выбора не дали выхода если женщина смотрит то понятно да что выхода нет ну вот секс есть замуж не берут не зовут ну вот так вот предлагают сожительство но там не предлагают замуж но хорошо так и есть если смотрит мужчина то тут конечно же мужчина понимает что какой-то безвыходный момент женщина свободолюбивая мне ее не удержать на верте хвостка где-то там она тусит и для нее это нормально ко мне приходить а я и собственно кто ну вот секс если дает то дает но на самом деле неприятно что партнер или партнерша в таких случаях чувствуют и конечно же давай посмотрим итог для вас этих отношениях итог в итоге любви то нет в итоге больше рационализаторство как-то надо рационализировать эти отношения почему-то договориться конечно с одной стороны компромисс это хорошо неплохо да без рыбьи рак рыба и лучше уж такие отношения чем никаких когда человек просто боится одиночество получается что здесь партнерство это не из любви не из отношений а из-за того что потому что надо из-за того что надо делать какие-то дела действия какие-то планы если тебе есть у людей простроены уже эти планы по полочкам разложены накал на каждой полочке расписаны конечно же это итог таких отношений что здесь больше материализма и рационализма итог для партнера давайте посмотрим партнер конечно же не намерен сдаваться для него в некотором роде это будет такой гармонии пусть будет так пусть это будет для него гармонично просто в этой гармонии когда это долго продолжается это может быть застоем ничего не бывает временного чем вот это вот засевшая идея постоянным мы подумаем что ну ладно это пока временно но на самом деле это все в постоянство вываливается в рутину и не меняется ничего такая долго играющая пластинка вроде как все хорошо но это о холодности до расчетливости все равно когда надо строить отношения на будущее на будущее каждый раз на будущее ничего не меняется ничего не бывает такого временного как постоянное и наоборот ничего не бывает такого постоянного как но это временно до этого временного это потом что в итоге для партнера и давай посмотрим на будущее отношения это стратегия это изменение стратегии поведения и она должна быть нестандартные необычные это творческое решение проблемы и всей этой ситуации это вовлечение человека в то чего вы хотите да для кверента если смотрят мужчины то все-таки поговорить о том что должен быть союз брак и любовь и чувство для женщины это может быть о том же но тут есть такой момент что творческое решение не всегда связано с такими обязательствами тут конечно возможно и оставление любовных связей возможно и дальше свободные отношения абсолютно без притязаний это творческое решение проблем опять-таки кто на что согласен вот в этой манипуляции в этой рационализации к тому же тут секс на зависть богам и если мы хотим чтобы все как в сказке осталось то может быть она тут и останется тут сказка может конечно же остаться давайте смотрим колоду номер два это у нас была колода номер один монара колода номер два магия наслаждений смотрим база причем построены отношения база здесь база отношений это забота человек заботится как любящий более опытный возможно убудренный жизнью человек он как заботливый отец и для женщины на каком вот если женщина смотрит то это же конечно же о том что ей нужна забота если к веренца мужчина смотрит то для него это о том что женщина готова быть рядом с ним слабой готова принимать его поддержку на без него не умеет ничего и не сможет он ей нужен давайте посмотрим для акверента ваши ощущения в этом союзе на сегодняшний день хорошее ощущение вы готовы ходить вместе в кафешку или вместе обедать дома где бы то ни было в любом случае это совместное принятие пищи совместное уделение времени друг другу совместное разделение этого времени между вами между собой между ней между ним между тем столом что вокруг вас между теми людьми кто вокруг вас это приятное времяпрепровождение это уют это комфорт это мужчина охотник который принес добычу то мужчина охотник который позвал к себе на добычу то мужчина охотник который пригласил в ресторан или мужчина охотник который пришел домой принес добычу поставил на стол женщина приготовим это по крайней мере у нас ваше ощущение да на позиции номер два на позиции номер три ощущения партнера на сегодняшний день в этом союзе для партнера много планов но и много пресыщенности человек повидал многого всего ну и поэтому конечно принимает может быть есть ощущение с линцой с такое отношение ну да я это все уже видел да я уже такой многоопытный или многоопытной ну да я знаю но немножечко но но я вот позволяет ему быть с барского плеча так и быть да пусть будет так пусть будет принятие ну вот я посмотрю на это я не против да как король такой или королева которые сидят ждут показывайте меня развлекайте в принципе вот это я уже видела эту пьесу ну вот новая постановка я все равно готов согласен смотреть принимаю я буду хлопать и заодно наслаждаться ну и не против на партнер или партнерши в этом состоянии быть ну давай посмотрим что же произойдет дальше таких отношениях на перспективу у нас напоминаю расклад на будущее отношения все таки так как один вяло проявляется партнер будет подавление будет терпение мало того что один партнер другого пытается подавить до какой-то силы пытается сделать так чтобы другой партнеру вел так как нужно там первому партнеру именно в таком ключе именно в таком и поставить именно так как надо то это конечно же уже нарушение личных границ идет или тут остается только терпеть ждать когда все произойдет да тут мужество набраться до для каких-то новых шагов хочется сказать вот что вот так и так что что-то меня не устраивает не хорошо но вот очень тонкая игра не сказать об этом не сказать сказать о нарушении границ что вот так не хорошо одному из партнеров сказать что я вот это терплю или все-таки сохранять отношения потому что тут понимаете что еще чуть-чуть и может разразиться на какой-нибудь скандал или вы с ней не отношений ты не так меня понимаешь я вот так себя веду не поэтому может быть поэтому это у нас на позиции что произойдет дальше и как вы будете чувствовать себя в этих отношениях давайте посмотрим для клиента это конечно же ощущение меркантильных интересов есть какая-то взаимовыгодная ситуация вам в этих отношениях и вам выгодно и партнеру выгодно да один вот прям как кошка которая любит чтобы ее любили она так ластится ее покормит даже не любит чтобы ее гладили довольно часто давно погладь и я пойду дальше вот вы мне тут нужны чтобы меня кормить здесь такое же ощущение есть что партнер или партнерша на ластится будет потому что надо что-то получить взамен получить манипуляции с какой-то надо что-то получить надо приласкаться надо вот быть одному выше то но это опять же о том доминирование которым мы говорили и опять же надо понять что ну кто-то один все таки понимает что использовать да надо понять это ощущение есть это ощущение есть и давайте посмотрим 6 на партнер как будет чувствовать себя в этих отношениях 6 позиция один партнер напирает другой выдерживает это состояние просто выдержка тут нужно тоже выдержка да и если партнер все-таки выдерживает то вы тогда все на свете выдержите даже меркантильные интересы и итог для вас на вас смотрят люди со стороны не забывайте об этом что вы не скроете все равно своих истинных намерей своей своих истинных отношений на вас смотрят вас видят смотрят как вы проявляется прекрасно понимают что вы хотите на самом деле люди вокруг вас они же ну не дураки они конечно же влияет своем не имеют свое мнение и влияет на вас и влияет этим мнением на вас и конечно же влияние общественного мнения на отношения имеет место быть и конечно вы задумайтесь да как проявляется мой партнер ведь вам обязательно скажут об этом и партнеру скажет о том как вы проявляетесь и конечно же будут эти разговоры они будут влиять на вас это у вас по итогу для вас и по итогу для партнера вы все равно нужны партнеру все равно он идет на вас идет со своей любовью возможно с переменчивой любовью человек такой который молода зеленая еще да я вот еще бы опыта поднабрался потому что я тут что-то не понял когда вроде как присыщенность есть да а вот что происходит а почему так происходит интересно интересно заинтриговали до чем-то что-то привлекает и начали притягивать партнера и получается что он идет со своей любовью прям таки бежит спешит и он довольно изощрен до в этой любви так как много всего повидав повидал и или повидал до человек он все равно идет на эти отношения они ему нужны тут конечно есть какая-то созависимость да мало того что если была присыщенность у партнера или партнерша тут какой-то непроигранный не проигранный сценарий зацепил заставил идти и конечно же своей любовью человек придет он будет приносить эту любовь давай посмотрим будущее ваших отношений один из партнеров может не выдержать тот грань такая что будут будут конечно выяснение отношений но не жесткие просто это разговор о том что будет дальше с нами что дальше с нашей парой кто мы друг для друга зачем мы встретились так то это хорошая карта на семейные отношения но один то человек все равно понимает что было что-то нечестно или не так тут идет союз благоприятный союз на то чтобы выяснить это все конечно же все зависит от вас самих тут совет карты вам определиться как дальше быть как дальше жить потому что общественное мнение она уже повлияло да и один из партнеров захочет эту связь выяснить разрубить ее или оставить оставить ли такие отношения дальше или дальше в нем быть и что изменить надо все что вы сейчас слышите услышали вы можете подумать над этим подумать над тем почему так происходит и подумать что вы можете изменить в этих отношениях возможно не слушать слишком много чужого мнения возможно понимать где меркантильность и отсеять ее понимать где нет чувства где его надо возрождать понимать где пресыщенность скука и лень где надо специально быть другим специально свое бытие и злени вытаскивать из попы и собственно проявляться уже не ленивым человеком стойкость конечно же никто не с терпением не отменял с заботой прекрасно осознавать где же идет манипуляция где один другого используют как к одному человеку не позволять использовать другого если к веренда смотрит сейчас женщина или мужчина тут выстраивание границ это раз второе партнеру да тут момент что раз границы выстрелили значит как-то экологичнее надо поступать для этих отношений как-то осторожней это вот об этом это был у нас второй расклад 2 колоды колоды магии наслаждений давайте посмотрим что у нас идет по 3 колоде это у нас казанова казанова давайте смотрим как обычно базу на чем построены отношения если вы загадали колоду номер три то смотрим база на чем построены отношения отношения построены на платоническом влечении на платонической любви один за другим может наблюдать до думать выбирать нужны иметь отношения не нужны зачем мне это все действительно ли не надо мне это на самом деле тут может быть конечно надо тут может быть такой момент что почему бы еда можно подумать об этом до рассмотреть смотрим ваше ощущение в этом союзе ощущение стабильности ощущение деньги любви и принятия может быть иногда излишнего ожидания от партнера каких-то новых подвигов или предложение руки и сердца потому что сейчас как сейчас есть так сейчас и хорошо это ощущение да ваше ощущение ощущение партнера семьи партнера какие-то сожаления не договорил что-то ощущение по прошлому опыту могут быть что сделано что-то не так воспоминания тут возможно прошлом потому что вот здесь же женщины хорошо почему потом или с прошлой женщины не был так хорошо или почему я вот не могу дать то что женщине нужно все ее запросы вот я о чем-то сожалею да говорит партнер или если это мужчина да если женщина то вот женщина тоже может сожалеть что не совсем так она бы хотела отношения или не совсем то что ей нужно ну вот в неге в нежности в принятии все это по ощущениям в этом союзе что произойдет дальше а тут у нас опять что произойдет дальше это терпение выдержка и стойкость это переход от одного состояния в другое и он будет долгий плавный он не будет таким резким не будет резкого предложения руки и сердца будут долгие продолжительные стабильные отношения что будет производить дальше в этих отношениях и как вы будете чувствовать себя в таких отношениях очень хорошо они стабильные они дают надежду на то что так будет всегда всегда будет светить солнце всегда будет море да здравствует мир дружба и любовь это прямо для вот для вас да ну почему бы и да такие отношения хорошие всегда в принятии всегда в нежности всегда в любви до стойкости выдержки в плавном переходе не в таком длинном но вот зато она дает ощущение стабильности что это вот как будто навсегда и давайте посмотрим на как партнер будет чувствовать себя да тут тоже прям такая хорошая уверенная устойчивость по поводу того что я иду туда куда надо будто женщина или мужчина я иду туда куда надо потому что есть сексуальное влечение есть отношения и действительно дают стабильность и давайте посмотрим итог для вас итог мужчина готов будет сделать предложение женщина готова будет принять не совсем конечно тут до конца много уверенности в этих отношениях тем не менее 99 процентов уверенности один процент неуверенности это подавляющее большинство человек тут готов быть и другом и партнером и поддерживать может быть мало опыта но его стойкости выдержки его характеру его обязательства надо дать должное человек много вкладывался давайте отношения по итогу для вас и по итогу для партнера это хорошие благоприятные отношения с нежностью это прямо наилучшие моменты жизни и любви и любовь полная чаша полная изобилия везде есть и чувство и уверенности выполнены обязательства и есть результаты этих отношений и с благосостоянием этой пары все хорошо у человека все хорошо у вас все хорошо конечно же будущее этих отношений у нас она стабильная она просто уходит в привычку это стабильно вся ушла но в некотором роде в застой да но с другой стороны и в привычку и тут прекращаются выяснения каких-либо отношений но просто уже но так по привычке идет также по точке невозврата что все уже в в это прошлое не вернуться уже есть свадьба есть отношения уже есть все стали все в стабильном состоянии уже все есть зачем еще что-то обсуждать и говорить тут уже надо дальше строить планы и дальше идти тут чуд конечно возможно не будет хватать так как обычно эти чувства нужны потому что это уже переход в любви в новое состояние более высокоуровневое чувство состояние того когда уже мы семья мы привыкли друг другу уже нету таких эмоций пылких ярких потому что они были уже это уже новая любовь с обязательствами с отношениями по их выполнению здесь уже конечно в семейности может присутствовать такой момент что уже делай пожалуйста как я сказал или я тебя попросила сделай пожалуйста тут уже идет притирка на новые семейные отношения здесь по итогу у нас по будущему отношению идет вот такой момент это была третья колода колода казанова ставь лайк подписывайся обязательно пиши какой ты расклад выбрал или выбрал как у тебя проигралась у меня на канале много всего интересного не забудь подписаться есть еще много интересного видео чтобы меня не потерять смотри видео оставляй комментарий буду благодарна твоей поддержки описание в канале есть до в описании канал там есть все ссылки на поддержку и на другие соцсети буду рада вас там приветствовать я благодарю вас за этот расклад за то что смотрели меня и увидимся с вами если нужен личный расклад все ссылки в описании канала а я желаю вам удачи пока пока